Здравствуйте! В прямом эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. Моими собеседниками сейчас будут Анатолий Актисюк, политический эксперт, и Николай Давидюк, тоже политический эксперт. В субботу 21 ноября на границе с оккупированным Крымом были повреждены электросети. Вот мы видим даже фотографии. Повреждены они были не молнией, не карой божьей, а, в принципе, человеком, как можем видеть, скорее всего, взрывом. Или группой людей. В результате этого действия Крым остался без электричества. И давайте посмотрим, как теперь там обстановка. В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации. Почти 2 миллиона человек остаются без света. В ночь на воскресенье подача электроэнергии из Украины была нарушена из-за повреждения опор линии электропередач в Херсонской области. Севастополь и другие города полуострова перешли на электроэнергию из собственных источников. Правительство Севастополя провело энергетический штаб. Абсолютно все службы проведены в повышенную готовность и бдительность. Проверены все дизель-генераторные установки, которых у нас на территории города Севастополя 217. Они расположены в основном на объектах соцобеспечения, то есть это школы, больницы, садики. То есть при любом раскладе событий данные объекты в любом случае будут с электричеством. По словам Демина, Севастополь самостоятельно производит 70% электроэнергии, необходимой городу. А Крым в целом лишь 50%. В связи с чем на полуострове ввели временный график отключения света и воды. В темное время суток не будут включать уличное освещение. Власти также просят жителей Крыма не пользоваться обогревателями и предупреждают о возможных перебоях в работе интернета и сотовой связи. Простите, ну насчет как Крым себя обеспечивает электроэнергией. Простите, насчет 51% это преувеличенное. Многие эксперты говорят, что там до 30 с чем-то процентов. Поэтому проблем там намного больше, чем они сами об этом говорят. Но вопрос к вам обоим одинаковый. Вот какие вообще в принципе будут иметь последствия вот это все, эти все события, да? Я имею ввиду в отношениях с Российской Федерацией в первую очередь, да? И может даже долгосрочные в отношениях непосредственно с крымчанами. Между украинцами и крымчанами. Как это повлияет? Ну, если можно. Да, ближе. Первое, что важнейшее, что первые последствия это в первую очередь будут политические. То есть уже Берлин заявил, что нужно включить свет. Уже у нас внутри там внутренняя оппозиция начала говорить, как это так. С другой стороны мы видим, что у этой акции есть и спикеры и есть люди, которые берут за это на себя ответственность. Первое, второе. Демонстрация этой акции одна очень простая вещь. Как Россия беспокоится о Крыме, который она аннексировала. То есть они все время говорят Крым наш, мы Крым содержим, мы Крым кормим. Ну вот сейчас у них прекраснейшая возможность показать это. Но увы, действительно это увы, что в вечерашний день эта тема не стала главной на российских каналах. То есть они обсуждали что-либо. И победу Путина в Сирии, и мощь путинских бомб, которые падали там снова в той же Сирии. И как Путин обошел эти западные санкции и снова вошел в большую политику. Они обсуждали все. Но вопрос Крыма всегда был в конце. Вот между спортом и прогнозом погоды. То есть они показали свое реальное отношение к вопросам Крыма, к проблемам. И тем более ничего не было, да, такой быстрой, мгновенной помощи. То есть там, ну например, там корабли с дистопливом, которые, да, со свечами или там еще с чем-то. Ну хотя бы что-то символическое, что мы будем вам помогать. Они ничего не демонстрируют. То есть они говорят, окей, у вас проблемы. Ну мы с Украиной там будем общаться, или мы там им что-то тоже отключим. Но это не тот диалог, который хотели бы видеть крымчане. Первое и второе тоже маленькое. Нет уже к нам, у нас нет стратегии дальнейшей. Ну окей, отключили свет, что дальше? Какая дальнейшая процедура? Она юридическая? Она политическая? Или она общественная? То есть мы там референдум проводим? Или мы там в ООН, в НАТО обращаемся? Или мы там еще куда-то? Или мы в Россию говорим, что давайте там 18-й год общий референдум? Или уходите, то есть мы дальше будем, вам что важнее, люди или территория? Они скажут, конечно же, люди. Мы скажем, хорошо, уходите, то есть и возвращаем все, и свет, и продукты, и все остальное. По камень у нас есть, ну такие тактические рывки, но нет вот такой стратегии. Ну она, в общем-то, понятна, вернуть Крым, но инструментарий. Какой наш следующий шаг? Ну да, опять-таки у нас, это нас у кого? Это у крымских татар есть тактические шаги. Вот они их, или они, я не знаю, кто взрывал. Много, 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 много людей, скажем, граждан Украины это поддерживают, много людей там не поддерживают, но тем не менее там завязать, что это исключительно вопрос крымских татар, я думаю, он намного шире. Тем более, что общественную поддержку он получил, ну достаточно широкую. Анатолий? Ну смотрите, как бы то, что мы говорим о том, что об этом уже говорят и европейские дипломаты, и как бы коллега говорит о том, что в новостных сюжетах России этот вопрос не стоит в топе, но на самом деле они работают очень узко с помощью своих дипломатов. И вот эта реакция Берлина-Парижа, она как бы является уже результатом той проделанной работы, потому что я уверен, что там, скажем, через неделю, через две уже будут появляться соответствующие сюжеты там, где сколько-то статистика погибло младенцев, сколько погибло старушек, кто-то там ногу сломал и тому подобное. То есть, как бы такая вот атака, скажем так, и действие группы людей, она все же является как бы в ущерб государству в первую очередь и украинскому, потому что я бы коротко хотел бы показать и рассказать, какие будут причины. Во-первых, мы такими действиями будем отдалять еще дальше Крым от себя, как бы там ни было, но вопрос как бы электричества и снабжения, он как бы является приоритетным, и мы как бы не можем жертвовать тоже здоровьем наших граждан в Крыму. Это первый вариант. Второй вариант, я не знаю, это проверенная информация либо слухи, но опять-таки в сети активно циркулирует информация о том, что на административной границе между Крымом и Херсонской области уже появились тактические соединения российских танков, около 20 танков, морская пехота российская, и многие опять-таки эксперты озадачены тем, что может как бы какие-то быть локальные столкновения именно на границе Херсонской, на наших южных границах. Опять-таки, какие действия будут в Путина и его как бы стратегических советников, мы не можем предугадать. Это второй момент. И третий момент. Опять-таки, мы подталкиваем такими действиями их к более активным действиям, чтобы решить эту проблему снабжения самого по себе. То есть уже там есть какая-то китайская компания, которая прокладывает там кабель, электроволокно через Керченский пролив. Опять-таки, там есть разные оценки. Часть экспертов говорит, что это как бы не решит кардинально процесс. Другая часть экспертов говорит, что на каких-то 7-8% независимость энергетическая будет как бы продвинута. Но в любом случае, мне кажется, вот такие действия, они как бы сейчас очень опасны и не на времени стоят. Потому что надо каким-то образом, действительно, я согласен со своим коллегой, что нужно делать стратегию и более такую... Смотреть, что дальше будет. Да, смотреть, что будет дальше. Не нарубить так дров, чтобы потом нельзя было ничего сделать. Сегодня было два совещания двух правительств. Одного в Киеве, то есть нашего правительства вместе с Меджлисом. Другой проходил в Симферополе. Там были оккупанты, оккупационное правительство. Аксенов, в принципе, сказал, что надо готовиться к худшему. Им. Ну, то есть крымчанам в том числе, к сожалению. Ну, то есть тем гражданам Украины, которые оказались в этой такой ловушке. Все дома у себя в ловушке. Но сегодня же было в Киеве очень важное экстренное совещание Кабмина. Как раз, потому что дали конкретно вот эту тему. Выступал и господин Демчишин, министр энергетики, который рассказал, в чем проблема, как быстро они могут возобновить, в принципе, электросеть. И чем это угрожает непосредственно Украина. В принципе, Украине это не грозит практически ничем. Некоторые районы Херсонской области, они тоже обесточены. Но это все решается даже без того, чтобы поставлять дальнейшее электричество в Крым. Также выступал министр внутренних дел Аваков, который предложил очень такую оригинальную вещь. Ну и в том же Меджлис, а в конце, скажем так, блокада Крыма приобрела или, скорее всего, приобретет уже даже не только фактическую, а формальную форму будет решение правительства, которое предусмотрит приостановку товарооборота между оккупированным Крымом и Украиной. То есть это первый конкретный шаг государства после 20 сентября, если я не ошибаюсь, когда вот началась сама общественная акция. Но давайте послушаем, что предложил сам Арсен Аваков, потому что он как раз пошел дальше. Пожалуйста. На мой взгляд, отвечая на вопросы о эмбарго в отношении продуктов Украины, в сторону России, которая нам угрожала Российская Федерация несколько дней назад, но будем, что нам стоит принять политическое решение на уровне социальной безопасности и обороны, на уровне правительства о том, чтобы прекратить действия контрактов на поставку электроэнергии. И это не вопрос поврежденных линий, которые надо восстановить будет, а это вопрос нашей позиции. Ну вот такая позиция. То есть вы нам эмбарго с 1 января 2016 года. Сотни, я напоминаю, украинцы, может быть и тысячи, потеряют доход, они не смогут есть и лечиться. А мы вам отключим электричество в Крыму, и опять-таки сотни, может быть и тысячи, не смогут нормально работать, жить и лечиться. То есть зуб за зуб. Это... к чему это приведет? Ну это продолжение войны, которая у нас была только уже не пулеметами, танками, автоматами, хотя Путин это и тоже будет пытаться использовать. Это такая, скажем, уже острая фаза экономической войны, и Украина показывает, что она тоже имеет силы и тоже имеет, скажем, рычаги влияния и на Российскую Федерацию, и на территории, которые они временно оккупировали. То есть они все-таки будут пытаться, россияне, продавить Украину, но тем не менее процесс украинозамещения, экспортозамещения украинского у них уже начали давно, еще до войны. То есть мы помним эти блокады наших товаров и сыра, и конфет, и всего остального. То есть они пытаются заменить Украину по максимуму. То есть и нам ждать, что они там в Крым сделают свои станции, ну, сделают. Но тем не менее сегодня это нужно использовать для возвращения Крыма в состав Украины. Первое. Второе. Я не верю, что они быстро сделают. Да, вот допустим, они пролив сам этот мост делают. То есть там уже кто там, Ротенберг отказался, да, или кто-то из друзей близких Путину, другой друг взял, да, типа уже будет делать. То есть вопрос, что готова ли Москва официальная тратить миллиарды долларов сегодня на обеспечение Крыма. Крым это по сути для них вот сегодня игрушка такая, да, вот которая дает рейтинги, которая дает там тему для какого-то популизма великоимперского. Но она не, это не инвестпроект. Да, но конструктивный, адекватный ли такой ответ Украины, да, вы нам эмбарго, мы вам отключим свет. То есть к чему он приведет? Вот смотрите, на данный момент, да, вот эти наши как бы решения, да, они, как бы кто-то говорит, что они запоздалые, но это опять-таки свидетельствует о том, что по мере укрепления самого украинского государства и концентрации власти и решения внутренних вопросов, у нас есть возможность каким-то образом реагировать адекватно на эти внешние угрозы. Но с другой стороны, как бы, может быть и другая еще угроза со стороны Российской Федерации, потому что у них есть тоже довольно-таки большой арсенал рычагов влияния на нас. Это и банковский сектор, у нас, то есть есть около трех-четырех крупных российских банков, которые могут тоже шатнуть финансовую систему. У нас есть тоже долговые обязательства, у нас опять-таки отопительный сезон и газ, уголь, да, то есть они могут тоже нам парализовать полностью нашу энергетическую систему, атомные станции могут остановиться. То есть много таких сегментов, которые на 99% зависимы от России. Поэтому нам нужно в первую очередь действительно каким-то образом решать эти вопросы, но идти на явную конфронтацию нам нельзя, потому что со стороны Российской Федерации Украина будет показываться как вот такой враг, зло и причина всех неудач. То есть почему вот нельзя там наладить нормальную работу всех структур в Крыму, почему нельзя нормально провести реформы там, и много есть в Крыму проблем своих. Так Украина виновата, это они отключают газ, это они отключают электричество, Северный канал Крымский перекрыли, да, не урожай был и тому подобное. То есть во всем виновата Украина, и мы даем вот эти козыри, которые мы не могут бить и крыть. Но с другой стороны, опять-таки нужно понимать, что это как бы осознанные политические решения, и каким образом мы за него будем платить, время покажет. Но с другой стороны, нам нужно быть готовыми на внутреннем таком рынке, потому что пока у нас не проведены реальные реформы, пока у нас коррупция, пока у нас не решены множество там социальных проблем, мы уязвимы изнутри, да, и вот как бы причины какого-нибудь нового коллапса экономического могут быть довольно-таки серьезные. Поэтому здесь нужно взвешивать и реально смотреть на риски. Если можно добавить два слова к Анатолию, согласен с тем, что он говорит. Плюс вот очень, скажем, такое большое желание и, наверное, нежелание, чтобы вот ответ Авако, он по сути честный и прагматичный. Да, ну не нужно обижаться на прагматизм политика, ну они такие, да, и ситуация такая, то есть она брутальная, да, это действительно зависит. Геополитика негуманная. Да, 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 да. То есть там интересы одного человека, семьи, они там не ставятся, или даже там группы людей, или там народа целого. Вот, то есть он ответил как есть, да, то есть, наверное, это более честно, то есть, чем можно было бы ожидать, чем это мог бы ответить кто-то там другой. Но очень бы не хотелось, чтобы Крым стал заложником вот этой борьбы, когда Украина там, не имея там других аргументов Путину, ну там, допустим, там, ну других, я не буду сейчас пересчитывать, но они берут, вот делают вот такие вещи. Очень бы не хотелось, чтобы это было бы на самом деле, что вот у нас нет козыря, давай отключим свет, то есть это последнее. Но на самом деле это Рубикон, да, то есть им играться тоже достаточно опасно, потому что если у нас нет цели вернуть Крым, а у нас цель только война экономическая с Россией, то мы проигрываем в возвращении Крыма, потому что мы действительно негативную идеологию нагнетаем. А каналов связи у нас там сегодня, ну практически нет. Ну мало. То есть, ну или мало, да, то есть есть Межлист, там есть украинцы, которые есть... Есть несколько радиоэфиров, которые туда поступают. Да, ну это мизер в сравнении с тем, что имеет Россия. У нас, мы даже проигрываем информационную войну на территории оккупированного Донбасса. То есть, что уже говорить о Крыме, да? Даже освобожденного. Да, или даже освобожденного. То есть, что говорить о Крыме? То есть, если мы действительно играемся по возвращению Крыма, точнее, ведем игру, то да. Если мы играемся в возвращение Крыма, а на самом деле ведем экономическую войну, то это очень большой проигрыш Украины, стратегический. То есть, лучше бы, конечно, хотелось бы, ну потому что мы в душу не заглянем, ни тем, кто организовал, ни тем, кто сейчас говорит, что на самом деле они имеют в виду. Это мы поймем там со временем, там в ближайшем будущем. Ну вот, когда Яценюк, премьер-министр, вот он уже завершал свое выступление, да, он принял вот такие решения, да, там, во-первых, тот контракт о поставке электроэнергии в Крым, он сейчас находится в ГРУ, он в очередной раз потребовал, чтобы уже завершилось расследование, экспертизы, чтобы те, кто продает электричество украинское в Крымский федеральный округ, ну как написано в контракте, да, ну так просто в контракте написано, понесли ответственность, то есть контракт под большим вопросом, то есть поставки под большим вопросом. Плюс он еще сказал, да, вот принял решение, что о прекращении товарооборота. И президент транспортной блокады. Да, 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 да. И насчет вот эмбарго, он сказал, что, он не сказал, что, да, Арсен Борисович, вы большой молодец, мы так и посолим, он так не сказал, он сказал немного иначе, он сказал, что Украина будет зеркально отвечать на любое решение Российской Федерации. То есть будет эмбарго украинских продуктов для Российской Федерации, ну забудьте про белогу и про икру, не будет ее здесь. Ну, понимаете, в чем еще проблема? Нельзя зеркально отвечать на ту ситуацию, которая сложилась сегодня, потому что они оккупировали Крым, они оккупировали Донбасс, а мы только зеркально, я имею в виду эмбарго. Ну, понимаете, они отвечают на эмбарго. Подождите, а еще неделю назад мы говорили, что мы возвращаем Крым, а сегодня мы только зеркально отвечаем. Хорошо, Россия скажет, хорошо, продавайте свои товары. Что дальше? Наша стратегия вот это возвращение Крыма заканчивается? Ну, опять будет икра, белуга, все, тут будет столичное. Смотрите, здесь нету никаких предпосылок на данный момент, ну, как вернуть Крым, танки посылать или как. Нужно как бы решить, что мы делаем в первую очередь для крымчан и для тех жителей, которые являются или вышли из оккупированных территорий, либо проживают здесь, на территории Украины. То есть, каким образом мы будем помогать и крымским татарам, какие-то помощи им предоставлять, какие-то стипендии и тому подобное. Вот есть, опять-таки, тот же опыт Грузии. Они тоже и шли по подобному сценарию и соседей, и Абхазии. После 15-10 лет они поняли, что такими прессами и методом кнута и пряника далеко не заедешь. Поэтому они в вопросе реинтеграции какие-то начали делать социальные программы, там, например, дешевле медицинское обслуживание, какие-то образовательные программы, какие-то материальные им выгоды, больше пенсии и тому подобное. То есть, можно каким-то образом подумать, методом мягкой силы поработать. Пока я подчеркиваю в том, что у нас еще не очень… Мы продвинулись в темпе реформ, и опять-таки власть может нас каким-то образом забалтывать и мобилизировать на какую-то проблему, которая, кстати, сейчас невозможно ее решить. То есть, у нас главная тема, да, Крым, вопросы электропередач, а на повестке у нас стоит антикоррупционный прокурор, у нас борьба с коррупцией, то есть решение экономических вопросов. То есть, нас опять могут каким-то образом развернуть. Поэтому все равно, это мое, конечно, личное мнение, но нам в первую очередь нужно делать упор на контроль и на подталкивание к реализации реформ. А идти на такую открытую конфронтацию, оно очень опасно сейчас. Нужно подождать, пока они все же наломают дров и в Сирии. Но, тем не менее, согласитесь, что вот такие акции, ну, назовем их так мягко, да, они все равно заставляют Путина или людей приближенных к Путину, грубо говоря, Кремль, садиться за стол переговоров. То есть, они этого не ожидали от нас. Вот когда мы действуем, скажем так, нетрадиционными методами, едем в Кремль или давайте встретимся в Берлине и пообсуждаем, еще и кого-то возьмем там с их проплаченных лоббистов с нами в круглый стол, давайте решим. Мы проигрываем. Вот когда мы действуем спонтанно, не по классике, как они привыкли, мы заставляем их выходить из себя, и они предлагают какие-то решения, которые выгодны Украине в том числе. Потому что вот если мы всегда будем действовать то, как по тех сценариях, как нам навязывает Россия, ну, скажем так, я не против мягкой силы, даже больше за, но тяжело работать в Крыму мягкой силой, когда проукраинских патриотов сажают в тюрьму, да, ну, например. То есть, понятно, в долгу, я вот согласен, мне очень понравился тезис, что нужно реформировать страну, да, давайте здесь сделаем суперсовременную страну, тогда люди скажут, да, блин, к черту ваша Россия, типа, я хочу жить снова в Украине. Да, давайте там в Скадовске сделаем какой-то там суперцентр, да. Ну, там в Батуми, да, условно, типа. Но ситуация еще в чем? Мы можем это сделать, но они об этом не узнают. Блокада есть информационная очень тотальная, транспортная, мобильность, то есть, люди, если выезжают, тяжело вернуться назад. Ну, на самом деле, там миллион вопросов. И они могут об этом не знать. То есть, мы уже можем здесь иметь зарплату по 5 тысяч долларов, а у них будет информация, что мы здесь там за хлеб убиваем друг друга. Понимаете, то есть, вот этот вопрос. Когда у нас будет зарплата по 5 тысяч долларов? Ой, я надеюсь, скоро. В 16-м году, мы скоро бюджет как рассмотрим. Да, 5 тысяч долларов. Только долларов в какой стране? Ну, не американских, наверное. Зимбамбинский, не дай бог. Ну, вот вы говорите, мы сделали, мы это кто? Ну, вот я лично этого не делал, да, даже если бы захотел. И, судя по всему, государство Украина тоже не особо хотело взрывать эти вышки, и не особо хотело прекращать поставку электроэнергии в Крым. Ну, о чем это, ну, просто реакция, которая была, вот сейчас мы посмотрим это видео, да, что произошло там на Чаплинке, или Чаплинке, да, между, конфликт между правоохранителями, да, и крымскими татарами. Ну, не только крымскими татарами, в принципе, участники гражданской блокады. Давайте посмотрим. Слава Украине! Слава Украине! Проходим, проходим, проходим! Прошути! Прошути! Пошути! Кроме! Кроме! Ну, что вы делаете? Кроме, выходим! Ну, что мы открываем, беги! Повторим, ребят! Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот такой непростой был диалог между правоохранителями, в частности Илья Киева, и Эленур Ислямов, который возглавляет эту гражданскую блокаду Крыма. Поэтому сказать, что это мы, это кто-то из нас делает, а кто-то другой имеет совсем другое мнение. Ну вот сам факт, да, вот сама форма. Вы хотите разблокировать, все очень окей. Ну вот эта колонна, да, вооруженных солдат, которые правда вели себя достаточно корректно, то есть они не избивали людей, хотя были такие сообщения, ну может быть кого-то и ударили. Ну я думаю, там не дети шли, то есть если кого-то... Да, там все, там ну была такая напряженная. Ну вот знаете, идет колонна украинских солдат с автоматами калашников или каких-то там были. Ну там говорили, что без боевых патронов, ну тогда с каких-то... Не показали. Не показали, да. Идет в сторону активистов, которые блокируют вот эти вот электробашни, да, без оружия. То есть эти активисты без оружия. Это крымские татары в основном, да, которые борются за крымских татар, которые остались в Крыму. И за возвращение Крыма в Украину. И в принципе за всех политических и не только политических узников Кремля, да, украинцев. И тут они видят со стороны государства вот такое. Само собой была акция, пикет тут на банковой под администрацией президента. Включились в переговорный процесс с президентом Порошенко и Рифат Чубаров, и Мустафа Джамилев. Но ситуация некрасивая, как минимум, да. То есть, скажем так, ложки нашлись, да, но осадок остался. И этот осадок, как вы думаете, сильно попортит наши взаимоотношения с крымскими татарами? По большому счету это единственная такая консолидированная группа, да, которую можно обозначить, которая действительно хочет возврата Крыма в Украину. Ну, если можно, понимаете, ситуация какая? Не всегда власть хочет делать то, что хочет народ. Вот. В данном случае, если мы берем народ Крыма, власть, понятно, что она живет в раскладке там Украина-Россия, Украина-Донбасс, Россия-Крым, Украина-Россия-Германия, Украина-Россия-Штаты, плюс это все через Сирию, Францию, Британию и все, что только можно. Да, то есть они живут в такой ситуации, в которых там, ну, больше там шести-семи сторон. Вот ребята, которые делали эту акцию, у них стороны две. Украина и агрессор. Все, то есть у них оно намного проще. То есть понятно, что президент хотел бы это отложить так. Решить вопрос по Донбассу, потом взять там передышку, потом решить вопрос Крыма, да, или там, по крайней мере, дать надежду, что он будет решен. Ну, когда вопрос у людей стоит, там, вопрос детей, семей, родителей, друзей, там, людей, с которыми не работали в одной организации, там, религиозные вещи. То есть вот тогда люди не живут в вот этих больших глобальных геополитических ситуациях, они хотят решить этот вопрос. Плюс они видят инструментарий, да, по-своему. Но я не думаю, что вот, ну, и самое важное, что они пытаются власть заставить таким образом делать что-то по возвращению Крыма. Потому что действительно, вот уже две-три недели назад все говорили, президент говорит о возвращении Крыма, но ничего не делает. То есть они вот говорят, окей, типа, ну, когда молчат вверха, да, начинают говорить улица. То есть вот суды линча откуда идут, да, то есть не хотите сверху судить, люди будут судить сами. То есть вот эти моменты нужно помнить, когда власть не соответствует тому, что ожидает население, население берет все в свои руки. Вот, первое, второе, я не думаю, что этих людей можно обидеть тем, что там кто-то приехал, на их там, ну, там, условно накричали, сказать, больше так не мы там починем. Нет, они на самом деле запустили большую национальную дискуссию, я бы даже сказал, международную дискуссию, потому что Россия в это тоже включилась. По крайней мере, не явно, но тем не менее, уже своих гонцов послали там и в Берлин, да, как говорит коллега. То есть и там они работают и в Киев там кого-то уже, наверное, же прислали. То есть они запустили вопрос дискуссии. Что мы делаем для возвращения? Власть ничего не делает. Они говорят, ну вот мы понимаем по-своему, давайте отключим, давайте говорить дальше. То есть завтра еще что-то сделаем. То есть, ну давайте приближать Крым к Украине, а не говорить, да, мы будем возвращать. У нас есть такая миссия, да, то есть это уже даже не цели не строят, это миссия возвратить Крым. Они делают свои вещи. Если вы власть можете лучше, сделайте лучше. А то, что там к ним пришли, они думают, что это их обидит за день, или не сказать, ну все, не будем возвращать, потому что мы обиделись на Херсонский Беркут. Они просто могут потерять надежду и начинать сотрудничать больше уже с оккупантами. Ну как, если, ну, скажем так, вы сами говорите, они должны думать о своих семьях. В основном крымские татары остались в Крыму, потому что это их единственная родина, у них другой нету, конкретно Крым, да. Вот, и они видят, ну, мы пытаемся вернуть Крым, делаем, да, вот такие акции, а тут приходят автоматчики. То знаете что, мы как-то с горе пополам договоримся с россиянами, чтобы они нас никуда не сажали, прекратим эту риторику, что мы должны вернуться в Украину и будем надеяться, что к крымским татарам начнут лучше относиться, да. Ну, такое, конечно... Ну, можно парировать сразу. Они видели похожие уговорки, ну, условно, да, там, ну, никто не говорит, что Украина, ну, там, идеальная, хорошая, да, на самом деле конфликтное государство во всех отношениях. И они за 25 лет это тоже поняли. Ну, тем не менее, как бы у нас больше общего, чем у них там, у крымчан, там, даже не только крымских татар, а вообще у крымчан с Россией. То есть вот эта башня, это показывает, что даже минимальное энергоснабжение, это все равно Украина. Хотим мы этого, не хотим, но сегодня объективно так. Смотрите, я, да, вмешаюсь. Вопрос в чем, как бы, проблема в правах человека, и даже и Америка, и Европейский Союз, они всегда смотрят на любую проблему с точки зрения прав человека, нарушения, либо там, каких-то ущемлений и тому подобное. Если это их не касается, да. Да, ну, если их не касается, это тоже, но в любом случае здесь недоработка украинских властей и, в первую очередь, наших дипломатов, которые не очень активно отстаивали права человека и их нарушения на международной площадке, на любых площадках. Поэтому мы ничего не сделали для того, чтобы каким-то образом работать над привлечением каких-то иностранных миссий, мониторинговых организаций, которые могли бы поработать в Крыму. Да, Россия не соглашается пускать любых наблюдателей иностранных, но мы бы могли апеллировать. Работа на самом деле идет, но она ведется в последнее время, она не с самого начала. Отчеты никакие. Сами решения украинских властей, они ограничивали доступ иностранных тех же, не знаю, членов международных каких-то организаций, гуманитарных. Да, потому что они должны были пройти, получить разрешение Украины, а Россия, как вы сами сказали, они их бы не пустили. Ну, в принципе, много ситуаций, когда россияне сами делают негативный пиар себе, допустим, сын Мустафы Джемилева, да, то есть он заключен. То есть я думаю, что это парламентарий, это один из лидеров Межлиса, то есть это не могли не услышать, но это не могли европейские дипломаты не услышать. Это еще до Майдана началось это дело. Ну, тем не менее, это пример. Вот смотрите, взорвали опоры, что дальше? Давайте тогда обкопаем полностью ров вокруг Крыма. Ну, просто какие дальше? С чего говорили? Нужна стратегия. Стратегия возвращения. Ну, пока мы не знаем, какие будет на этой неделе, скорее всего, заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут приниматься определенные решения, что делать с поставками электричества в Крыму. И когда будут приняты определенные решения, мы будем это обсуждать. Давайте сейчас повернем страницу и поговорим о том, что произошло в Париже. Извините, но это такая тема, которая в Европе обсуждается последнюю неделю, причем новости говорят только про это. Все национальные проблемы забыты. Да, то есть я говорю о тех телеканалах, которые, ну, у них есть и новости, и какие-то там развлекательные вещи. Вот в Украине, да, вот мы сейчас видим девушку, да, это девушка, ее зовут Варерия Сулезин. Почему мы показываем эту девушку? Девушка, это девушка, которая многие годы работала волонтером в организации Emergency, которая занимает, которая имеет очень много гуманитарных миссий в самых горячих точках. И она потеряла жизнь в театре Батаклан в Париже. Ее убили террористы. Так вот, во время похорон отец сказал следующее. Я благодарен словам имама, который тоже там присутствовал. Мы верим в те ценности, которые не разделяют людей. Почему эти слова очень важны? Слова отца, который потерял дочь. Потому что на фоне того, что произошло в Париже, многие политики не только начали набивать или пытаться набить себе какие-то дивиденды, политические или медиадивиденды. Говорить, что вот, исламисты негодяи, ислам это зло, надо идти и бомбить всех, надо объединяться с Путиным, потому что только вместе мы всех разбомбим и решим все наши проблемы. И, конечно, такие слова отца этой девушки, это такая подчечина этим людям. И хорошо, что эти слова прозвучали. Хорошо для Европы в целом, потому что мы помним, когда в 2001 году, после 11 сентября, тоже была создана мировая такая коалиция. США получили такую должность мирового жандарма, а Россия получила мандат делать все, что хочет на постсоветском пространстве. К чему это привело? К тому, что террористическая угроза не исчезла никуда, их стало еще больше. ИГИЛ, в принципе, это такой сын тех событий, потому что, в принципе, ИГИЛ-то родился в американских тюрьмах. В том числе и сын революции, когда сместили диктаторов, освобожденное большое число боевиков. Это что, например, говорит премьер-министр Италии Ренци, что мы не поедем бомбить, потому что мы выступали против бомбежек Франции и Ливии, я изменяюсь. И это тоже будет то же самое. Мы будем бомбить, проблему мы никакую не решим. Но какая идет, опять-таки, дискуссия в Европе? Она действительно очень серьезная. Дело в том, что когда случилось то, что случилось в Париже, президент Франции Франсуал Ланд, он апеллировал 42-му пункту Лиссабонского договора, но не 5-му пункту Устава НАТО. Оба эти пункта касаются коллективной безопасности. Вот мое мнение, да, как человека, который тоже разбирается в всех этих вещах, это то, что он оставил открытую дверь для участия непосредственно Путина в такой коалиции против ИГИЛа. Во-первых, потому что, ну, России бомбить даже Сирию, даже Ирак вместе с НАТО, ну, как-то не камильфо, учитывая все, что было сказано на их телевидении. С другой стороны, многим членам НАТО тоже как-то абсолютно некомфортно работать вместе с Путиным. А так, в принципе, ну, европейские страны мы поможем, но поскольку они же не обязаны, этот 42-й пункт Лиссабонского договора, он не обязывает непосредственно посылать войска. То есть, каждая страна решает, как помочь своему партнеру, гуманитарными какими-то там решениями или военными. Но вот, насколько известно, пока Германия тоже отказывается бомбить и отказывается бомбить Италию. Это как бы из тех стран, которые непосредственно могут бомбить, потому что у них базы рядом, у них все есть для того, чтобы вести войну. Но, какой это открывает внутренний фронт для нас? Эта фотография не случайна здесь, не только потому, что здесь вот эти страны. Дело в том, что Франция уже является партнером де-факто путинской России в борьбе против ИГИЛа. Это, конечно же, их право искать тех партнеров, каких они хотят, особенно в условиях внешней агрессии. Потому что мы говорим о внешней агрессии. Но, как может быть Франция нейтральным посредником между Украиной и Россией в нормандском формате, в таком условии? Если вы вместе бомбите ИГИЛ, и это легитимное решение Франции, это их право. Как вы можете потом садиться в Минске или ваши представители этой страны и говорить уже о решении проблемы Донбасса? Вы не нейтральны. Как вы считаете? Смотрите, я считаю, что здесь и Россия, и Франция это исторические партнеры, и у них всегда были довольно тесные отношения. И то, что у них совпали интересы, это опять-таки еще не значит о том, что каким-то образом меняется мировая кнуинтура. И можно говорить о том, что уже Россия является полноправным членом вот этого большого клуба. С другой стороны, общаясь и с дипломатами, много кто вообще считает, все же является сторонником каких-то конспирологических теорий, что вот эти решения больших демократических стран относительно более активного вовлечения Путина в сирийскую игру будет способствовать дальнейшей ее реинтеграции, либо каким-то более активным движением на Кавказе, что само собой будет способствовать ее ослаблению. То есть есть и такая теория. Во-вторых, мы будем говорить о том, что все же в первую очередь эти страны думают о своих интересах, и Украине, которая, к сожалению, не выработала свой формат, даже вот тот же план Морелли, да, вот говорят там каким-то образом это российский план. Нет, ну по большому счету это французский план, потому что Украина не предлагала свой план. А если и предлагала, то он был, скажем так, его нельзя было реалистически имплементировать. Поэтому каким образом решать свои интересы нам не поможет ни Франция, ни Германия. И мы об этом уже говорили и год назад, и убедились, потому что они не помогают нам. Они каким-то образом хотят оставить свою спокойную, сытую жизнь, потому что... Нет, все окей. Я просто, мой вопрос в чем заключается? Что должна ли Украина в связи с последними событиями ставить вопрос ребром? Французы, вы уже нейтрально... Нет, нет, абсолютно нет. Давайте менять формат. То есть Франция out, не знаю, давайте шведов втягивать в процесс. Я считаю в том, что формат мы согласились на то, что мы согласились, и Порошенко подписал эти минские соглашения, и он несет политическую ответственность за то, что он подписал, либо дал добро на подписание этого документа. Сейчас уже каким-то образом менять эти форматы время ушло, когда можно было каким-то образом Польшу более активно подключить. Мы этого не делали, да, но и Россия не согласилась бы. В любом случае мы видим, что Америка дала на откуп Европу и Франции, и для Германии. Мол, решайте сами у нас выборы, у нас свои проблемы. А вот эта вспышка ИГИЛа, да, и якобы вот эти теракты, которые более так взбурили вот это общество, они еще раз показывают, что мир разный, и он очень быстро меняется. То есть есть равные страны, но среди равных есть еще равнее. Это как бы ключевой… Да, Орлов вечер, к сожалению. Да, то есть смотрите, были теракты в Турции, были теракты в Кении, в Гибло намного больше людей. Это в любом случае на дорогах гибнет намного больше людей. Поэтому терроризм – это уже такое эфемерное понятие, то есть у кого считать террористом? Маленького ребенка с гранатой, либо… То есть здесь очень тонкая грань, и на этом можно очень легко спекулировать. Поэтому здесь нужно в первую очередь смотреть и решать свои проблемы. Кто у нас там говорит, вот нам помогут, либо все зависит от формата. Не зависит ничего от формата, зависит все от реформ. Как вы считаете, конкретно вот по поводу Франции, да, она еще может выполнять такую функцию, на которую себя взяла до парижских событий? Ну, смотрите, нужно учитывать, что Франция тоже скоро выбор. И Алан работает в режиме уже избирательной кампании. Первое, второе, Алан впервые начал работать как президент. Мы знаем, что Алан не готовился на президентскую должность. Мы помним историю Строскана, которого, по мнению некоторых экспертов, сдвинул Саркази как более опытного социалиста. То есть Алан зашел, грубо говоря, вторым номером, победил. Саркази первый предложил вовлечь Россию. Соответственно, почему Алан сказал, что полетит в Москву? Он опережал Саркази. Ночь на 13-е часа, там же, понятно, собрались люди. И утром на брифинг после президента выходил и Николя Саркази. Они это обсудили. Они сели за стол переговоров. Франсуа Аланда и Николя Саркази. Согласовали. Николя Саркази это друг, чуть-то не родственник Владимира Путина. Там у них есть какие-то там двоюродные. Он пытался все равно сыграть на опережение. Почему? Потому что вдруг, если бы оказалось, что Россия может быть эффективным партнером в Сирии, и это предложил бы условно Саркази, то Алан потерял бы там некоторые политические баллы. Поэтому ему нужно было отработать политические баллы Саркази, взять это на себя и решать вопрос. Мы живем вокруг себя. И нам кажется, что вся мировая геополитика крутится вокруг Украины. Увы, но это не так. И для них вопрос Украины не стоит первым, вторым или третьим. Где-то в пятерке, возможно, ему место есть. Возможно, и того ниже. Формат Минский. Были бы у нас возможности навязать другой формат, если бы мы говорили о Будапештском формате. Но не навязали. Это был наш проигрыш. Или были такие реалии. То есть мы не можем изменить. Сейчас сместить Францию, сказать, что Алан может быть заангажирован. Или наоборот. Почему мы Путина не сместили? Это сторона конфликта. А потом получается, что если мы просим выйти Алана, тогда получается, что мы против борьбы с терроризмом, общими ценностями, в том числе и с Россией. Мы против того, что мы подписались. Поэтому тут уже нельзя отказываться. Они поступают. Еще сколько таких поступков было и будет, о которых мы даже не узнаем. И понимаете, вот эти люди потом будут Путину все равно сжать руку. Они все равно будут подписывать договора о всяких газопроводах, о всем другом. Это политика. Она такая. Никто не говорил, что там будет просто или легко. Могли бы мы реагировать так, как Алан, или как Франция на этот терроризм, на вторжение, на их безопасность. Не было бы минского формата. То есть то, что Россия атрофировала нашу армию 25 лет, и благодаря волонтерам мы спаслись, которые вышли. А если бы не было волонтеров, то у нас бы и минского формата не было. То есть поэтому тут на самом деле нужно наращивать свои силы. Нужно думать, нужно бороться. И нужно играть на противовесах. Да, Путин пытается себя навязать ключом решения проблемы. Нужно показать миру, что это не так. Первое. Второе. Увы, но Путин готов идти на все. Он готов убивать свои самолеты, убивать своих людей. Он готов подыгрывать ИДИЛу, чтобы с ним же бороться. И смотрите, вот информационная компания в России, как Путин борется с ИДИЛом, защищая всю Европу. Уже да. Уже он защищает всю Европу. Состоявшийся факт. Да. Хотя я не понимаю, зачем он это делает. Такими способами. Ну, окей. Путин делает то, что делает, потому что у него свои определенные интересы. Потому что он Путин. Есть и в Сирии. Да, ну это там самый простой, потому что он просто Путин. Вот. Знаете, еще одна вещь, которая меня очень удивила. Пока я был за границей, я вот наблюдал, что обсуждают в Украине. Вот. Оказывается, что сотрудник полиции Алексей Савкин 18 февраля 2014 года написал такой пост. Он тогда не был полицейским, он был просто 22-летним парнем. Он тогда сказал, что его бесит оппозиция и призвал его Беркут разогнать бомжей на Майдан. По-моему, он был в милиции. Если мне неизменно правильно. Он просто был обычным милиционером. Он не был в органах, он жил в Донецке, он был подвластен пропагандой и очень сожалеет тому, что случилось. Но сам факт, что сейчас уже в ноябре 2015 года Савкина отстранили от работы и хотят уволить. Вот. Как вы к этому относитесь? Его должны уволить или нет? Можно? Вот я отвечу. Только коротко. Коротко. Первое. Увольнять по политическим признакам не надо. Первое. Потому что в Донецкой социология может быть совсем другой, нежели она в Киеве. И предпочтения не те, как те, кто сегодня распоряжается бюджетом. Первое. Второе. Это провокация. Мне так кажется. Я не хочу это. Но мне кажется, что это провокация властей перед годовщиной Майдана. Вместо того, чтобы мы обсуждали, почему не сделали то, что обещали со сцены, так мы все обсуждаем никому неизвестного до этого парня в красивой форме и в Твиттере, который что-то заявил. Это был вброс для соцсетей, чтобы отвернуть аудиторию на совсем другое. То есть понимаете, Твиттер, полиция, вот самые авторитетные, ну такие популярные темы для интернета. Соответственно, увели от обсуждения, а для телевизора сделали, администрация полетела в Ватикан, выступили, то есть эти святые, а вы здесь это обсуждаете. И все. То есть и все годовщина акценты сместились очень сильно. Анатолий? Да, я считаю, что нужно все же смотреть раньше, когда вы брали этого человека на работу, нужно, чтобы решения принимались исключительно по профессиональным компетенциям. Вот и все. А нельзя политизировать вот эти вопросы. То же касается и церквей, и полиции, и новых органов. То есть нужно в первую очередь начинать реформы действительно, то есть структурно менять страну. Сшивать ее, а не разрывать, как они обычно любят. Я как бомж, который тогда стоял на том Майдане, могу сказать, что, конечно, неприятно это слышать, да, что вот. Но с другой стороны, он это сказал тогда. Может быть, он правда изменил свое мнение. Потом, с другой стороны, у нас что, есть по закону тех, кто критиковал Майдан, им нельзя работать? Ну, тогда давайте уволим всех, кому... То, Саша, сорока. Смотрите, а еще вопрос. Они были комсомольцами, пионерами. Ну, если уже... Можно вопрос. А если кто-то лайкнул? Он, соответственно, нравится.